Сегодня наша лекция поисвещена биологическим инвазием, чужеродным видом, как экологической проблеме. Проблема, надо сказать, это глобальная, она охватывает все страны мира, в том числе и нашу страну. И начнем мы лекцию с терминологии. Что вообще такое биологическая инвазия чужеродных видов, как понимает его современная наука? Под биологическими инвазиями чужеродных видов обычно понимается вот такой процесс, когда какой-то вид проникает за пределы своего естественного исторического ареала и создает там самовоспроизводящуюся популяцию. То есть переселяется на другую какую-то территорию или акваторию. Из-за чего это может происходить? Это может происходить из-за естественных расселений, которые, ну, надо сказать, что инвазии всегда происходили, даже когда людей на свете не было. Эти расселения организма связаны с флюктуациями численности, когда слишком большая численность каких-то организмов, они пытаются найти новые себе ресурсы, ну, прежде всего, пищевые. Или с климатическими изменениями. На земном шаре часто инвазии происходили из-за таких глобальных геологических изменений, когда сходились и расходились кренитиненты. Некоторые вещи и сейчас происходят, например, образуются новые острова или они исчезают. Все это обычно сопряжено вот с инвазией. Кроме того, значительная часть инвазий, она связана с деятельностью человека. Как мы говорим, антропогенные инвазии. Они связаны с тем, что люди преднамеренно последние 300-40 лет привозят к себе на родину из разных стран животных, растений. А в некоторый период стала такая активность проявляться среди людей, что преднамеренно ввозили растения, животные, насекомых, рыб, млекопитающих для того, чтобы повысить, как считалось, продуктивность своих местных экосистем. И расширить ассортимент употребляемых продуктов, то есть, ну, и растений, и других организмов. Кроме того, вот эти вот вселения происходят из-за случайной интродукции, когда люди не хотят кого-то возить, но случайно перевозят. Ну, это прежде всего с различными торговыми перевозками, с транспортом. Ну, большое место занимается вот для водных организмов. Это перевозка с судовыми балластными водами, с обрастаниями судов. Да, совершенно случайно организм упопадает, но потом перевозится на другой конец света. Кроме того, с аквариумными рыбами, с декоративными растениями, они иногда случайно попадают вот в новую для себя среду. Такой же масштаб инвазионного процесса в настоящем мире мы наблюдаем. Он гигантский, особенно вот в связи с деятельностью людей в последние 200-300 лет, даже больше. Вот то, что наблюдаем мы сейчас в Европе, вот для европейского континента. Сразу скажу, что европейский континент не самый сильный континент, который вот пострадал, если можно так выразиться, от инвазионного процесса. Гораздо сильнее пострадали такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки и вообще американский континент. Вот и даже в Европу последние вот 100-200 лет селилось 84 вида грибов, 58 видов мухов и мешайников, почти 4000 растений, больше всего сосудистых растений осваивают новые регионы. Наземные беспозвоночные животные – 1500, значительная их часть – это насекомые, 1300 с лишним насекомых. Пресноводные беспозвоночные организмы – 357 видов, рыб – 75, антиби – 35, рептилии – 72 вида, 193 видов птиц и млекопитающих – 88 видов. Вот что вселилось, сколько чужеродных видов сейчас мы наблюдаем в Европе. Ну, наша страна не осталась исключением. Вот только в европейской части страны вселилось 1150 сосудистых растений. Сразу хочу сказать, что это не сосудистые растения, которые расселились в пределах территории России и бывшего СССР. А это все, как можно так сказать, импортные растения. Они из других стран, из других континентов попали. Растительных насекомых – 191 вид, рыб – 59 видов, млекопитающих – 62 видов. То есть только в европейской части такое большое количество видов вселенцев мы сейчас наблюдаем. Также из-за чего происходят инвазии? Какие вот факторы инвазионного процесса обязательны для того, чтобы была вообще возможность вселения? Вот ученые в последнее время выделили таких вот шесть основных факторов, которые определяют возможность вселения организма вне своего первоначального исторического ареала. Ну, будем по порядку разбирать, я их не буду сейчас перечислять. Начнем с первого. Это наличие транзитных путей, или как мы, ученые, занимающиеся процессом инвазии чужеродных видов, называемых инвазионные коридоры. То есть те пути, по которым проникают виды из одного места в другое. Сразу же хочу сказать, что эти вот возможности, эти факторы, они очень важны для прогноза новых инвазий. И одно из важнейших мест в этом занимает именно выяснение транзитных путей, вот этих вот инвазионных коридоров. Ну, начнем с водных организмов. Вот Европа. В Европе для гидробионтов было найдено, путем исследований, наблюдений, пять инвазионных коридоров. Они связаны, конечно, с бассейнами этих рек, которые там протекают. И вот одним из источников инвазии во всем мире являются слоноватые воды южных наших морей. И вот четыре таких вот, пять крупных таких вот инвазионных коридоров с ними связаны. Они проходят по всей территории европейских стран, а замыкаются они за счет уже морских перевозок на великих американских озерах, которые находятся на территории Соединенных Штатов и Канады. Вот многие организмы вот за счет этих коридоров проникают в новые для себя места, места обитания. Ну, вот остановимся на одном коридоре, выделяют обычно четыре, но мы их обычно объединяем четвертый и пятый вместе, потому что за счет строительства Волгодонского канала и другого гидростроительства, которое происходило на территории России в течение, вы видите, еще с 19 века, в итоге у нас каналами соединены бассейны у нас Пяти морей, потому что наша вот Москва, например, порт Пяти морей, теперь их связаны и с Белым морем, и с Балтийским морем. И вот за счет строительства щечевых каналов появляется вот этот коридор, и мы будем видеть сегодня, как водные организмы и растения, и животные микроорганизмы по этим коридорам расселяются. Ну, вот один из результатов работы вот пятого северного, как его называют, коридора гидробионтов, это то, что у нас в бассейне Волги, по нему за счет гидростроительства ему масса других причин, в частности, потепление. Более 30% фауны рыб, теперь в бассейне Волги это вселенцы из разных мест, и с севера, и с юга. Вот такой результат. Классический пример, когда вот такой инвазионный коридор, как и в бассейне Волги, связан в значительной степени с деятельностью людей. Это вот конец вот наших европейских коридоров, великие американские озера, знаменитые, здесь есть река Ниагара, все про это знают, поскольку там Ниагарский водопад. И за счет этого водопада и связь с морем, и с озером Антария, других озер, больших довольно-таки озер, великих озер, была невозможна. Но потом, в 1829 году, в начале позапрошлого века, был построен Уолленский канал для судоходства, который вот и образовал новый коридор. И вот один из результатов этого коридора, это проникновение морской миноги во все великие озера. Это паразит, который вот здесь видно, рыбом присасывается и приводит к гибели. И за сто лет по всем озерам эта минога распространилась, достигла гигантской численности, с ней ведется постоянная борьба до сих пор. И вот как упали улова одного из важного промыслового видов, это вот озерные форели, было порядка 4000 тонн. Это в одном из озер упало, да, 12 тонн за счет вот этого вредительства. Вот один из результатов коридора. Теперь о страшной вещи буду говорить, тоже связанные с таким коридором. Это такое вот страшное заболевание, это чума. Человечество пережило три гигантские пандемии, мы еще будем немножко об этом говорить, на земном шаре за счет вот этих вот коридоров, которые связаны с перевозками людей. Ну вот так к нам проникли на территорию нашей вот европейской в основном части, на территорию России для одной группы насекомых, это для жестокрылых, для жуков. Они в основном проникают с лесной продукции, с сельхозпродукции. Вот вы видите, с разными путями, и с семенами, и с рассадой, и с древесиной, и с кольких точек только вот одна группа постоянно за счет вот транспортных перевозок проникает на территорию нашей страны. Это вот еще один коридор. Дальше перейдем, что необходимо, какой важный фактор для независимого процесса. Наличие векторов распространения. Что такое вектор? Вектор – это, собственно, способы. Дело не в том, что по какому пути проникают, а каким способом, как. То есть это не тот вектор, который мы учили в школе по физике, не направление со стрелочкой, а это способ. То есть как это произошло. Ну, прежде всего, есть естественные. Я говорил уже, что инвазии происходили, происходят всегда, без влияния человека. Есть саморастеление. Ну, вот по-научному автохория. Она связана с миграциями животных. Прежде всего. Если животные, они как-то мигрируют, ищут себе места, где больше места, больше корма, лучше климат подходит. Кроме того, также вот саморасселяются, распространяются растения. У них есть масса их приспособлений для того, чтобы переносились их семена. Ну, об этом чуть дальше. Естественно, и то же. Гидрохория с водными течениями морей и пресноводных водотоков. Ну, с морями, понятно, там есть течение. Вот, например, сейчас североатлантическое течение, которое заходит в Эльстрим, заходит на север. И в европейской части нашей страны за счет потепления многие виды вот с течениями проникаются северные и северные. Очень важны и водотоки пресноводные. По ним распространяются не только животные, но и семена растений. Это доказано и показано для очень многих видов. То же самое происходит естественным путем с воздушными потоками. Это вот как раз те вот семена, иногда споры, покоящиеся стадии даже пресноводных организмов. И важный один из векторов естественных – это заухория. То есть, когда переносится животное. Часто птицы особенно, которые далеко очень мигрируют, переносят и возбудителей заболеваний, и насекомых, и те же семена. И это очень распространяется, и есть масса доказанных случаев такого естественного расселения. Ну и, конечно, антропогенные – это преднамеренная интродукция. Долгое время это считалось правильным. И все время завозили все новых и новых животных и растений для того, чтобы использовать их в хозяйственных целях. Для улучшения, как считалось даже, совершенно иногда неправильно, для повышения продуктивности экосистем. Но это было, по крайней мере, лет 300-400. Это очень сильно существовало во всем мире, во всех странах, включая наши страны. Случайная интродукция, немного об этом я говорил уже, это с транспортом, с судами тем же, с туристами, с поездами. Особенно семена растений, покоящейся стадии – это широко распространено. Есть такое еще распространение антропогенной, которое я называю хулиганской интродукцией. То есть, без каких-либо причин люди выпускают надоевших гидробионтов. Иногда растения высаживают, и семена сами улетают от них. Наживки для ловли рыбы часто выпускают. Например, у нас в Москве живет красноухая черепаха. Это типичный домочадец, который держали ноги дома. Ну, маленькие черепашки смешные, потом, когда они вырастали, их выпускали в пруды и реки. Сейчас даже на территории Москвы этот вид живет, по всей Европе живет. Так, дальше. Ну, вот я приведу несколько примеров. Вот пример саморасселения, связанного с потеплением в основном климата. Это наш кабан. Вы видите, как вот граница его ареала постепенно двигалась за последние вот сто лет на север. Конечно, это связано с величиной снегового покрова, с другими обстоятельствами, с продуктивностью. Вот черные точки – это даже находки еще северной вот этой границы. То есть, это саморасселение. Хотя, конечно, в некоторых случаях здесь тоже участвовал и человек. Классический тоже случай инвазии – это андатор, которая в качестве пушного зверяка была заведена на территории Европы в 1905 году. В 1920-е годы расселялась вот этими черными точками, помечена на территории СССР, ну, в качестве пушного объекта. А потом саморасселение пошло, и почти вся территория России теперь захвачена вот этим маленьким зверьком, который, насколько я знаю, сейчас почти не промышляется. Ну, факт есть факт. Вот здесь два вот таких вот вектора и преднамеренные интродукции, и саморасселение сыграли роль. Еще один случай тоже с грызунами. Крыса – не очень полезные животные, переносящие болезни. Вот ее был ареал в середине 20-го века. А потом связалось, конечно, это синантропное животное, связи с тем, что люди стали осваивать места в Сибири. Вот черным помечены, вот что произошло уже в конце 20-го века, и точки до самого севера этот, не очень, повторяю, полезный зверек расселился. Важный очень такой вектор – это балластные воды. Дело в том, что в 80-е годы многие суда крупно-тоннажные изменили им конструкцию. Для остойчивости вместо груза заливается вода. И вы видите, как и возросло и число судов, особенно в связи с перевозками углеводородного сырья, нефти, нефтепродуктов. Гигантским образом возросло объемы. Вот к началу нашего века вы посмотрите, какие объемы воды. А что это значит? В порту одной страны, даже иногда одного океана, в другое место, забирается вода. Туда случайно попадаются гидробионки. Растения, животные, микроорганизмы. Потом эта вода выливается, заливается топливо. Но они там могут прижиться в новом порту, в новом месте. Вот этот перевоз балластных воды. И кроме того, обрастание судов, где разные виды, в основном, водных, без позвоночных морских прикрепляются, тоже идет сильнейшее расселение по всему миру. Вот преднамеренная интродукция, о которой мы говорим, и на нее мода. Вот в нашей стране, в СССР, было два пика таких вот массовых расселений организмов для получения продуктивности водоемов, для улов. Вот для двух я привожу такой вот пример. Вот видите, сколько много моллюсков развозилось, и еще больше развозилось с рыбами. Было вот до войны пик, во время войны передышка, и потом опять большое количество вселений производили, искусственных по всей стране этих организмов, которые, в общем-то, являлись чужеродными, и результаты их вселения были неоднозначны. Дальше, следующий, следующий основной фактор – это адаптивные возможности лидера. Но эта вещь совершенно очевидная. Понятно, что если организм не адаптируем к тем, в основном, абиотическим условиям, как для наземных – это температура, влажность, для водных – это еще гидрологические условия, гидрохимия, соленость, то, конечно, он не может вселиться. И у разных организмов есть разные возможности, есть, которые способны быстро приспособиться, и иногда попадают, как биологи говорят, широкой нормой реакции. Ну, просто в качестве примеров, вот для рыб, вы видите, вот здесь выживаемость и взрослых, и мальков, они вот разными здесь цифрами показаны, и личинок при разной солености. Ну, и, конечно, вы видите, что пресноводные рыбы, они не очень-то могут приспособиться, хотя многие из них и могут переносить и довольно высокую соленость, вот она здесь отложена. А есть виды, которые или просто морские, или обладают широкой нормой реакции. Этим, кстати, объясняется успешность так называемых эвригалинных и солонотоводных рыб, не только рыб, а всех организмов, включая его, рослей, при освоении их новых ареалов. Вот у нас вот одна из таких горячих точек нашей страны, это наши южные моря, которые и источник инвазии, и, как мы говорим, реципиент, очень много видов сюда вселив. Тут обратите внимание, что вот в красных квадратиках это вселенцы, и такое их количество, и большинство из них, это те, которые переносят большой диапазон солености. То есть они или солонотоводные, или они вообще эвригалинные, то есть могут жить и при высокой солености, и при низкой. Конечно, наши моря, особенно Азовская и северная часть Каспийского моря, они не обладают океанической солености, больше 30, там порядка 12 промиллей, но вот они стали из-за этого и уязвимы, и это важный фактор для инвазии в этом месте. Далее, какой фактор? Это величина пресса рекрутов. Ну, что такое рекруты? Это сколько организмов вселяется за один раз, и сколько может быть таких вселений. Ну, здесь масса примеров. Понятно, вы видели инвазионные коридоры. Если постоянно какой-то груз, древесину или сельскохозяйственные продукты возят из одного места в другое, понятно, что это будет пресс очень велик. А если один раз случайно завели небольшую партию, то шанс вселиться очень маленький. Один пример приведу, опять же, про балластные воды. Он впечатляет. Ну, ученые подсчитали, что ежедневно с балластными водами по земному шару переводится 7 тысяч видов живых организмов. Конечно, там много есть микроорганизмов, но факт есть факт. То есть, давление рекрутов, и почему очень много вселенцев именно в водную среду, вот этот вот факт объясняет. Ну, я не буду подробно останавливаться на наличии симбионтов, учитывая наш формат, но это понятно, что одним из важных факторов успешной инвазии является то, что есть ли какие-то симбионты. Ну, такой самый яркий пример – это при инвазии их растений. Если с ними вместе не попадет их опылитель, обычно это насекомые, то насекомые птицы, то инвазии может не произойти. То есть, важность вот этих вот симбиотических отношений, включая паразитических, вот об этом мы чуть-чуть будем говорить, оно важно, если, соответственно, ваш хозяин не переселился, если он специфический, никакой паразит в другое место не попадет. Остановимся мы на одной из самых важных вещей, факторах – это уязвимость аборигинных экосистем. Оказывается, не все экосистемы легко принимают новых вселенцев. И некоторые больше уязвимы, некоторые меньше. Ну, опять же, мой любимый инвазионный коридор не просто так по нему распространяется, а дело в том, что там было сильное антропогенные воздействия. Вы знаете, что в прошлом веке там построено 9 только самых крупных плотин, в результате чего образовались водохранилищи. То есть, новые, совершенно неустойчивые места обитания для водных организмов. Ну, вот, чем это закончилось? Вот хорошо видно, что я вот взял, построил. Чем здесь вот по оси иксов обозначены возраст образования водохранилища, а здесь сколько видов вселенцев. И вот мы видим, чем моложе водохранилище, тем оно еще неустоявшиеся экосистемы, то больше там, туда больше и проникает вселенцев. То есть, неустойчивые, нарушенные экосистемы, они более уязвимы. И если мы хотим остановить, предотвратить или предсказать инвазии, мы можем об этом думать. Не нарушать естественные экосистемы, иначе они будут уязвимы для инвазии. Ну, и для чего вот это все изучается? Вернее, какие же последствия вот этого все дела? Какое оказывает влияние на аборигенные виды экосистемы? Ну, потом посмотрим и на другие вещи, включая человека. Что, как виды вселенцев могут влиять? Ну, прежде всего, особенно важно, и как-то на это не обращается всегда внимание, они могут существенно изменять сами место обитания аборигенных видов. Особенно, когда новые виды являются ключевыми видами сообщества. Ну, ключевые виды – это те виды, которые в сообществе оказывают, или видоидификаторы, как их Сукачев определил еще в 1928 году, а потом на Западе с 60-х годов стали называть ключевые виды, которые оказывают на экосистему воздействие на все ее звенья, несоизмеримо больше, чем самая численность и даже биомасса часто этих самых организмов. И они часто меняют место обитания, некоторые случаи мы рассмотрим. То есть их влияние такое глобальное. Вот если попал вселенец такой, вот этого надо больше всего опасаться, и его влияние экологическое особенно сильно. Потом виды вселенцы могут быть конкурентами аборигенных видов, и в итоге снижать их численность, биомассу или вообще вытеснять, то есть приводить к их помиранию. Виды вселенцы могут становиться конкурентами аборигенных видов, и дальше они могут становиться хищниками по отношению к аборигенным видам. Ну и также могут их или полностью ликвидировать, или опять же снижать их численность, и домассу, и экосистема нарушается. Ну и очень такое сильное воздействие, они могут переносить или сами вызывать болезни, или быть паразитами аборигенных видов. Все это приводит к изменению биоразнообразия структуры и функции экосистемы. Ну вот такая вот отчасти простенькая схема, но она показывает вот то, о чем я говорил, а именно, что какие могут быть воздействия экологические на аборигенные системы и виды. Бывает прямое воздействие. Ну понятно, место обитания новое, оно как-то влияет и на вселенца, вот ему приходится или иметь уже эти адаптации, или приобретать, и она влияет на аборигенные виды. То есть место обитания определяет все. Ну это все такие абиотические факторы среды. Теперь, конечно, селень влияет на аборигенный вид, и вот если рассмотреть, что это влияние, оно как бы на каждую осы ориентировано. Но есть и непрямое взаимодействие. Вот здесь опять же видно вот эту роль, если этот вид не простой, а ключевой, или как еще их называют, вид инженер. То есть селенец может влиять и на место обитания, его преобразовывают. И, соответственно, место обитания вот тоже дополнительное воздействие и вот на эту связь оказывают. То есть хоть схема упрощенная, но вы видите, что воздействие бывает многообразным. Так, дальше. Ну вот пример. В 1982 году в Черном море был обнаружен новый вид, который никогда там не жил. Мнемеопсиследи грибневик. Ну это такой вот организм, который похож на медузу, прозрачный, живет в толще воды, питается всем, что находится в филогеале, то есть в толще воды. И он там, в Черном море, до сих гигантской численности близкие моря, распространился потом и в Азовское, и через инвазионный коридор, как мы теперь знаем, попал в Каспийское море. Чем это закончилось? Дело в том, что поскольку грибневик питается планктоном, а планктон – это основной вид корма, это маленький, ракичкообразный в основном, пилогических видов, мелких – это шпрот, панчоус, тилька. И вот таким образом быстро как упали уловы и чистность. Дело в том, что помимо того, что он питается их кормом, то есть конкурирует, он еще, у них у всех икра пилогическая, и личинки живут толще водой, он их потребляет, то есть выступал их как хищник. Кроме того, обладая гигантской плотностью до 13 килограмм грибневика на 1 кубометр воды, он существенным образом изменил прозрачность, и процесс фотосинтеза у растений, особенно у водорослей, он снизился. То есть масса последовала там изменений. Кроме того, слизь, образованные грибневиками и их погибшие особи, они вызывали вспышку различных микроорганизмов. То есть очень много, что изменилось в этих морях. Ну, то же самое произошло и в Каспийском море. Вот вы видите, жизнь до грибневика, в 90-е, в конце того, где он попал, вот в 99-м году его первый раз обнаружили, потом нарастил численность, и вот улова всех стран Каспийского моря, килек, он, вы видите, сошел практически на нет. Вот такое сильное влияние. Мало того, что численность изменилась, темп роста вот одного из видов, вот Азово-Черноморской тюльки, которая там жила, вы видите, и в Азовском, и в Каспийском море, она темп роста стал низким. То есть, ну, поскольку нечего было есть. Такие же серьезные экологические изменения происходят при проникновении вредителей или патогенов лесного хозяйства. Вот это тоже гигантская катастрофа, которая часто происходит, потому что, вот, если вредитель или патоген, ну, обычно это и насекомые, или какие-то заболевания растений, древесных растений, попадает, то, соответственно, дерево хозяин гибнет, сразу же меняется структурность, структура лесной системы, продуктивность, круговорот биогенов, пищевые сети, потому что многие замкнут на питание этими растениями, ну, и человек, конечно, хочет их для древесины добыть, но факт есть факт, это происходит. Меняется видовой состав, кроме того, меняется затененность при гибели растений, отказывает воздействие на смежные экосистемы через границы, в частности, мы знаем, что леса, особенно в прибережной зоне, выполняют большую функцию для стабильности и водоемов, и рек, особенно во времена половодия, что мы сейчас видим, при сведении лесов у нас по всей стране половодие затопляет все, что только можно. Ну, вот один из примеров этого воздействия, это вот непарный шелкопряд, который, это данные из Соединенных Штатов Америки, который с 19-го года поражает листья и виничные растения, вот видно, сколько их много на коре одного из таких растений, вот он какой реал быстренько там захватил, и чему вот это уже конкретно приводит из той схемы, которая выше была приведена. Бывают привык к краткосрочным воздействия, ну, потери листвы, гибель, потом долговремение, которое приводит к тому, что меняется вот именно тот и видовой состав, это все уже конкретно приведено для вот одного такого вредителя, то есть та схема, она не беспочвенна. Ну, там и другое есть воздействие, потому что есть и организмы, которые питаются этими шелкопрядами, ну, и снижение затененности, и другие вещи, оказывается, включая почвенный покров, потому что меняется и вся ситуация и в почве, и что влияет и на растения, и на почвенных животных. Ну, если мы вернемся, вернемся вот к инвизионному коридору, тому, вот помните, я на нем останавливаюсь, поскольку это, во-первых, наша страна, потом хорошо изученная такой вот коридор, и все проблемы с инвазием, возникающиеся и с инвазием там. Вот после строительства плотин, после смыкания со многими морями, вот так прошел инвизионный процесс, в основном шел с севера, потом, особенно с с потеплением более южные виды пошли, но просто вы видите, что по многим группам, включая водорослей, высших растений, водокиспозвоночных и рыб, сколь сильно из разных регионов из-за строительства каналов и плотин пришло столько организмов. Ну, вот один из видов, он хоть пострадал немножко в начале от миниоксиса, ну, вот Азово-Черноморская тюлька, как она быстренько саморасселилась, мы будем повторять и факторы, которые рассматривали раньше, расселилась по всем Волжским водохранилищам. Вот весь этот процесс с севера и с юга, как отразился на составе рыбного населения, пелагиали, одного из этих водохранилищ, самого большого водохранилища Европы, рыбинского водохранилища, в начале шла инвазия с севера, это новая экосистема на базе реки, это пелагический озерный вид, сниток с севера, с северных озер из озера Белого, он туда зашел, это уже бассейн не Волги, а Белого моря был, и занял там лидирующее положение, которое потом стало снижаться, как мы понимаем, по двум причинам. Прежде всего, из-за того, что было потепление климата, и этот северный вид, который чувствительный снижение кислорода, он стал плохо себя чувствовать. Потом вселилась тюлька, и вы видите, захватила всю пелагиаль, и более того, изменилась ее состав, потому что появилось большое количество судорода, который стал на ней питаться. То есть, вот это вот воздействие, которое не только на один вид, а на все вот такие вот ассоциации и рыбное население целого такого большого биотопа, как пелагиаль, оно наблюдалось. Ну, если вот схематично, что происходило? Вот в начале сняток, конкуренции с местными видами, вид хищника употребляет. Я что хочу показать, что совершенно другое сообщество образовалось, в частности, вот связанное с вселением сперва одного, потом другого вида. Совершенно другие связи, другие составы, вот таково воздействие. Теперь вот обещанные паразиты, их вселение еще менее приятно. Тоже классический случай паразит кожного покрова лососевых рыб геродартиру солярис, который столь сильно поедает покровы не того-нибудь, а атлантического лососи, сенге, очень ценного промыслового вида, который мы потребляем. Он обитал в бассейне Балтийского моря, потом попал в эту часть Атлантического океана, и вот здесь красненькими показаны реки норвежские, где популяции лососи, это естественные популяции, не те садковые, которые мы в магазине видим, полностью были уничтожены. Потом он попал в Этикуль-9, вот у нас в Карелии, и там сюжет тоже такой же был плачевный. То есть вот случай, где люди, видимо, случайно завезли вот такого паразита, который привел к полному вымиранию пресноводных, ну, проходного вида лососи. Но дело в том, что Сёмга, Атлантический лосось, он размножается в реках, нагуливается в море, так вот как раз в реках на первых стадиях, первые один-два года жизни, которые он проводит в реке, на него нападал вот этот вот геродактилис, и вот вы видите, какая смертность вот в этой нашей реке уже российской Кереть, она практически в районе 80-100%, то есть популяции полностью может исчернуть. Ну, один экзотический пример от такого взаодействия, это Африка, средняя часть рифтовой долины, там есть знаменитый озеро Виктория, один из самых крупнейших пересноводных водоемов мира, он был населен большим количеством очень симпатичных рыбок, цихловых рыб, которые очень любят наши актулиумисты, там было их 200-300 видов, как оценивать, не все виды даже были описаны, когда он находится на территории Уганды и Танганики, и белые люди, тогда это были колонии, англичане, решили улучшить их тапану и завести туда Нильского окуня, Нильский окунь вообще-то живет в Африке, но озеро Виктория не жил до того, кстати, он попал туда совершенно случайно, его запустить не смогли, не успели, держали в прудах, но во время паводка из прудов окунь попал в озеро, рыбка немелкая, до сих пор для Африки 190 килограммов, все это произошло в начале 1950-х годов, но через некоторое время местные рыбаки, которые в основном ловили вот этих вот мелких цехлиток симпатичных и вялили их на солнце, не надо было даже ничего с ними мучиться, стали вот в уловах своих мелкоечейных орудий ловить вот таких рыб, и что произошло, вот это падение вот этих вот уловов мелких рыб, которых он просто переел, дело только даже не только в этом, а дело в том, что местному населению для того, чтобы как-то утилизировать таких больших рыб, которые, ну понятно, они ловили там 70-100 килограмм, ну 30 даже, их на солнце не высушить, даже на Африканском, им приходилось подвергать их термической обработке, как-то там горить, жарить, коптить, и были сведены леса по берегам озера Виктории во многих местах, пошло сильнейшее эфтрафирование, нарушилась вся вот эта вот экосистема, все пищевые сети связанные с тем, что мелкие мелкие рыбы не изнимали значительную часть продукции, в итоге выросла для массы водорослей, прошло эфтрафирование, то есть избыток биогенных элементов, прежде всего азота и косфора, изменился размерный состав изооплокон, то есть произошла такая, грубо говоря, экологическая катастрофа во многих заливах гигантского пресноводного водоема. Вот такой сюжет экзотический. Такие же имеют не только экологические, ну, отчасти тоже теперь называют экологией, а социально-экономические последствия инвазии. И это очень для нас важно, особенно вот сейчас мы это хорошо понимаем в период карантина. Прежде всего воздействие чужеродных видов на безопасность и здоровье людей. Про это не надо забывать, потому что многие вот эти вот инвазии, они тесно связаны с здоровьем и даже жизнью человека. Ну, что виды вселенцы могут делать? Они вызывают заболевания людей просто. Ну, тоже вышел помянутый и чума, и масса других заболеваний. Ну, имеется в виду те, которые включают коронавирус. Это же все инвазии. Или резервуар инфекции попадает, переносчики попадают. Ну, факт есть факт, что данный организм, возбудитель, переносчик, резервуар, он попадает за пределы своего естественного вариала. Значит, он видселенец. то есть, они бывают и возбудителями, паразитами, переносчиками. Кроме того, наносят раны, укусы, ожоги. Немножко мы на конкретных примерах остановимся. Что самое отвратительное, являются аллергенами, производят токсические вещества, вызывают часто психические заболевания. Ну, вот пандемия, которая у нас, ясно, там долго сидят, когда люди в изоляции, на психику, наверное, не очень хорошо влияют. И всякие другие оказывают воздействие. Ну, и кроме того, не надо забывать, что воздействие на уже не самого человека, а на выращивание моих растений, животных, на его промысел, они приводят во многих странах голоду из-за того, что теряется урожай, гибнет скот, охотничьи через курсы пропадают, водные ресурсы пропадают. То есть проблемы есть. Ну, начнем со самого страшного. Я уже упоминал, вот это вторая пандемия чумы, которая произошла в XIV веке. Ну, это фарфина, соответственно, как люди на это видели. Чем это кончилось? Вот только одна из трех серьезных, кстати, чума работает и до сих пор в ряде стран азиатских случаев, отмечается. Вот видите, от чумы погибло в Европе от 75 до 200 миллионов человек, что составляло 45-50 процентов населения. Больше всего Средиземноморье потеряло, поскольку она полюбивая немного. Там до 80 процентов некоторых странах вот Средиземноморье в Германии меньше. Другое заболевание, которое совершенно недавно и наша страна, в нашу страну проникало, к счастью, у нас не было такой большой пандемии. Это лихорадка западного Нила. Она резервуарами является и птицей, видимо, отчасти с ними она попала, ну, конечно, из-за туризма. Есть переносчик, комары, клещи. У нас в Южной области пострадала, Южная Волга, Краснодарский край, даже Дальний Восток. К счастью, несмотря на довольно большую летальность, там летальность в 7-8%, но факт есть факт, она распространилась и по другим странам. Это связано, конечно, с инвазией. Один североамериканский вселенец, кстати, зверский сорняк, их три вида, правда, у нас, это амброзии, они вызывают очень сильную аллергию во время цветения. Вот ее реал, это она у нас распространяется постепенно, вы видите, все севернее и севернее, еще лет 10-15 я показывал картинку, которой вот только юг нашей страны был заражены посевы амброзии. Насколько я знаю, вот особенно в южных регионах все поликлиники выписывают регулярно долетение людям гигантских количеств эфирист с метением амброзии. Она является жутким оригеном, хотя еще и является сорняком, то есть двоякий такой вредный эффект. Ну и знаменитый, конечно, борщевик сосновского, который у нас культивировали начиная с 40-х, конца 40-х годов, а потом он расселился, и он вызывает ожоги у людей довольно сильные, тоже иногда даже со смертельным с исходом, вы видите, сколь большой его ареал по всей стране. Это уже было саморасселение. Ну и вот такие основные мишени чужеродных видов, помимо влияния на здоровье человека. Это природные биологические ресурсы, рыбное, лесное, охотничье хозяйство, часть мы это немного видели, сельское хозяйство, потому что растеневодство, жертвовановодство, африканская чума свиней, это тоже вселенец, который, к счастью, люди не болеют, но свиноводство в нашей стране сильно пострадало. Рекреация, туризм, конечно, при вселенцах сложно это тоже развивать. Энергетика, повреждения сооружений, ряд моллюсков, в частности, двухстворчатые моллюскы, лисены, два вида, которые расселяются по всей стране, они вредят водоемом охладителе и водозаборным сооружениям, когда засоряют их. Ну и, соответственно, там же коммунальное хозяйство, медицина, потому что большие затраты приходится тратить на лечение и людей, и животных, уже ветеранией, правда. Охрана природы, конечно, редкие исчезающие виды, редкие экосистемы, которые у нас охраняются, у нас много заповедников, но они от этого страдают. Контроль тяжелодных видов тоже требует внимания, тоже требует затрат экономических. Возникает безработица, ну, помните, там уловы упали у нас насколько ясно, что людям не могли ловить рыбу, значит, теряли работу. И снижение доходов и потребления населения. Все это может происходить из-за видов селенцев. Ну, вот один из примеров, это птичий гриб, вы помните, у нас в начале этого века он существовал, возник он в провинции Цинхай, это только один штамп, Айш-5, на один час, еще четыре гуляют, с перелетными птицами попал вот на территорию и всей Евразии. Так вот, обратите внимание, вот красным это гибель диких птиц, значительная часть из них охотничьи, это подоплавающие птицы, он связан, этот вирус связан с водой. И вот сколько домашних птиц погибло, и вот во многих странах, я знаю, сильно пострадали Вьетнам и Таиланд, где до нескольких десятков миллионов птиц, одновременно домашних птиц погибало от этого. Конечно, есть значительный ущерб, как и здоровье людей и экономике многим странам. Ну, у нас подсчетов таких четких не так много, но вот приведу одни данные, где подсчитали для тех стран, где проблема инвазии, их воздействие изучается довольно-таки давно и продуктивно. Это Австралия, Бразилия, Великобритания, Индия, Новой Зеландии, ЮАР и США. Они, кстати, ввиду теплого климата, пострадали больше всех. Так вот, в этих странах вселилось 120 тысяч уже родных видов. И вот ущерб 314 миллиардов долларов в год. Это вот по всем тем позициям, которые я приводил до того, было подсчитано. Ну, и немного в заключение, если не все устали, это научное исследование биологических инвазий в нашей стране. Ну, в современном ее виде, как вы понимаете, вспышка и внимание к инвазиям возникли в середине прошлого века и в современном виде исследований вот начались, наверное, как все считают, с 1958 года, когда вышла книга выдающаяся эколога Чарльза Элтона на эту тему. Ну, и потом многие страны вот столкнулись вот с такими потерями и тогда вот весь этот инвазионный процесс стал внимательно изучаться. Наша страна подключилась, хотя много данных было, у нас хорошие школы, прежде всего ботаник только зоологов, начали немножко имелись большие данные, но в современном вот таком понимании это все началось лет 25 назад. Ну, что нам удалось сделать? С 2008 года мы издаем журнал, российский журнал биологических инвазий. Он в открытом доступе на сайте нашего института. Если кому интересно, много о чем я рассказывал, там тоже присутствует, он издается на английский язык, входит во все баз данных, включая в Science, так что и как-то мы вот удалось консолидировать всех ученых нашей страны в этой. Одна из главных проблем это информационные, это создание баз данных. И вот те базы данных, что-то начало здесь скакать. Базы данных, которые созданы нами, вот красные это те, где присутствуют данные нашей России. Это книги, которые мы издавали касающиеся инвазии. И вот обращу внимание ваше особенно на вот эту серию, уже вышло 9 книг, чужеродные виды России. И особенно на последнюю. Вот эта книга посвящена самым опасным инвизионным видам России, потому что все сразу оплатить нельзя. И мы нашли самые вредные виды, их сильно изучили, опубликовали. Там 47 авторов, 19 организаций. Там и перечень есть, и есть данные по распространению, биологии, как контролировать, откуда кто взялся. Но что я хочу сказать, чтобы как-то вспомнить, о чем мы сегодня говорили, что получилось для нашей страны. Для вот этой вот выборки в 100 самых вредных видах, но поверьте мне, они отражают то, что происходит. Вот что у нас сфилиалось с 1700 года. Вы видите, что растет число вселений, и здесь модель построена и сделан прогноз. Вот что нас ждет еще дальше в конце этого века. То есть процесс нарастает. Какие у нас векторы, мы теперь знаем, что это такое. В основном это непреднамеренные интродукции, то есть случайно. И довольно много преднамеренных. саморасселение, видите, не очень сильно представлено, потому что все вот это связано с человеком. То есть как-то можно это самим регулировать. Кто больше, кто же из каких групп самые опасные, кого больше всего? Ну, видите, больше всего, конечно, сосудистых растений, там много сорняков, аллергенов и так далее. И поскольку их вообще очень много вселилось, вот в основном они представляют. но много и других группов, вы видите, по всем группам живых организмов, крупным здесь делали, включая млекопитающих, вот много ракообразных, много насекомых, все группы представлены в той или иной степени. Откуда они все к нам попали? В основном исторический ареал вне России. Но много из территории нашей страны, потому что наша страна имеет несколько графических поясов из-за того, что внутри контроля нету, и идет сильное и саморасселение, и случайное расселение внутри России. Вот из этих вот, откуда они попали конкретно уже, вот, из ста этих вредных, ну, опять же, я повторяю, это отражает общую ситуацию. 33 вида из Южной Азии, 8 из Европы, 38 из Северной Америки. Это вот самый вредный вид. Так, и как они повлияли? Вот опять же, о чем мы в конце, в предпоследней части лекции говорили. Очень многие повлияли на здоровье населения, сельское хозяйство, на экономику в целом. ну, и, соответственно, на лесное, рыбное, гидроэнергетику, охотчее хозяйство. Чуть поменьше, но влияние, это число видов, которые повлияют. Влияние, вы видите, число видов довольно-таки большое. Ну, какие же перспективы научных исследований? Прежде всего мониторинг, конечно, надо наблюдать, потому что на ранних стадиях инвазию можно как-то контролировать, прогнозировать и как-то с ней бороться. Если она зашла далеко, бороться с видами населенцев практически какого-то показывать невозможно. Ну, надо исследовать характеристики успешных, чтобы как-то их выявлять, ну, и определять уязвимость экосистемы, не доводить экосистемы до того, чтобы она была уязвима. Ну, и заключение хочу сказать, что инвазия чужеронных видов является важной их теперь составляющей динамикой экосистем, показывать существенные воздействия на природные интерпогенные экосистемы, здоровье людей, экономику. Ну, и необходимо продолжать исследование эвизионного процесса, потому что без оценки риска инвазии и контроля мы можем прийти часто очень неприятным во всех отношениях результатов и в охране в природе и в здоровье и в нашем экономическом благосостоянии. Спасибо за внимание. Да, здесь что-то не по-нашему написано. Спасибо. Спасибо, Юрий Елеанович. Прекрасная лекция и немножечко даже, я бы сказала, шокирующая количеством инвазий. Ужасы я убрал. Да? Кстати, интересно было бы, конечно, о них тоже бы услышать. Но, может быть, сейчас вопросы будут, их на самом деле довольно-таки много. Можно, да, уже начинать тогда вопросы? Да, да, давайте. Алексей Маркович, тогда вот серия вопросов от вас. У нас как бы принято здесь задавать вопросы вживую. Алексей Маркович? Спасибо. Про инвазии мы слышим уже от вас и на школе слышали, но здесь немножко под другим ракурсом много новых данных. Большое спасибо. Я хочу задать несколько вопросов, наверное, по одному. Первый, вот как рыбоселенцы все-таки физически преодолевают каскад Волжских ГЭС, чтобы распространиться от Каспии до самых северных водохранилищ? Немножко механизм непонятен. По-разному. Вы знаете, мы специально этим вопросом занимались. Ну, прежде всего скажу про свой любимый вид, чем я сам занимался. У меня было два аспиранта. Это Азово Черноморская, Черноморско-Каспийская тюлька. Ну, помните, я показывал схему, как она постепенно, за, правда, 40-50 лет поднялась на 1100 километров из вот южного нашего бассейна морей до озера Белого. Она там теперь живет. Я сам ловил ее там, правда, там почти уже дистиллированная вода, но она вот там в южной части живет. Так вот, наблюдали, как стайка тюльки заходит в шлюз вместе с кораблем. Там стоит, это наблюдение не мои, а коллег из Института биологии внутренних вод в Барке. Я сам этого не видел, потому что шлюзы не проходило. Я в основном ходил с ними в рейсы по Рыбинскому водохранилищу и пришлежачим. Вот. Стоят там и плывут дальше. Вот постепенно вот так. Конечно, как попали ряд видов, например, многие виды бычков каспийско-черноморских попали туда и дошли тоже, аж до Рыбинского водохранилища. Предполагаем, что они часто откладывают икру, прилепляя на какие-то суда. Коллеги из Саратова мне рассказывали, как они попадали, вот, рыбаки-любители в лодки, там всегда под сланями остается вода, и туда попадали рыбы, и было вот такое, они медленнее, километр за километр, значит, вот так вот проникали. Есть такие интересные случаи, например, вы знаете, что почти до верховья Волги живет теперь рыба-игла наша тоже, пухачок, рыба, которая попала туда даже не из Каспийского моря, как выяснили. У меня была аспиранта, которая занималась генетикой, вот, Наташа Кирютина успешно защитилась, она выяснила, что они попали из Черноморско-Азоевского бассейна. Вот выяснили мы как, наше предположение, завозили кормовых организмов, НИЗИТ, в Куйбышевское водохранилище когда-то давно, и, видимо, с ними вместе она попала. Почему? Потому что по генетике получилось, что она попала сразу уже почти в верховье Волги, а потом скатилась вниз и по каплотипам она сейчас там смесь в северной часть Каспии, потому что Каспийская чуть-чуть отличается. То есть, вы понимаете, какие разные пути бывают. Вот значительная часть человеком, вот такие мелкие рыбы, которые не способны к миграциям, они видят. А тюлька, вот она сама, это просто люди видели. Спасибо, очень интересно. Не трудно возить, она же соподаясь и чешуей ее и медленно шла, но дошла. Спасибо, очень интересно. Еще один вопрос, хотелось вернуться к периоду массовых акклиматизаций, которые происходили в советский период. Вот скажем, почему ваше мнение хотелось бы услышать, например, Камбал, который переселили из бассейна Балтики, прижилась на Орале и говорят, до сих пор еще выжила, несмотря на то, что практически он весь высох. А в Каспии подобные эксперименты не увенчались успехом. Вы знаете, вот успешность и неуспешность инвазии, она довольно сложна. Почему вот это произошло именно вот с Оралом и с Каспией, я не знаю. ну, видите, все факторы, сколько привезли, понимаете, сколько раз. Успех вот того, что прижились в Орале, связанный с тем, что там, когда он высыхает, там резко пошла соленость вверх, понимаете, и может быть из-за этого. Насколько я знаю, вот с сюжетами этот конкретный, я не могу вам сейчас сказать из-за чего. Но дело в том, что все наши вот три моря, которые раньше были единым водоемом, почему вот здесь инвазия такая, ну, знаете, эта фауна-то была общая, все три моря, они немножко отличаются не по величине солености и промилле, там все в районе 12 изначально было, а по составу солевого. Вот Каспий отличается от Орала по составу. Это, знаете, это даже будучи не ядрохимиком, видно по цвету воды. Вот вы, наверное, я постарше, я плавал и работал на Аральском море, там совершенно другой цвет, чем и на Каспийском тоже, чем на Каспии и на черном. Оно такое более зеленоватое. И там, насколько я знаю, солевой состав другой. Может быть, вот это сыграло. Понимаете? Ну, а вообще с тому, кто прижился и кто не прижился, вы знаете, у меня и так лекции перегружены, я вообще этот курс читаю, у меня 12 лекций, каждые по полтора часа студентам, да? А здесь как-то в одной собрать. У меня есть один даже слайд, я вот его в последний момент убрал. Что больше влияет на успешность инвазии? Вы знаете, там значительный, вот столбик самый большой, это провели западные люди, анализ нескольких сотен работ по успешным инвазиям. Вот самый большой столбик, это непонятно почему. Ну, потому что очень многофакторный такой момент, не могу сказать. Ну, вот они прижились, а кто-то не приживается. Вот, вот такое бывает. Понятно. Ну, и тогда от меня еще один вопрос. Ну, вот во многих странах сейчас для детекции инвазионных водных видов активно используется метод Environmental DNA. А в нашей стране что-нибудь в этом направлении делается? Вы знаете, у нас делается, ну, да, у нас делается, я как раз недавно ездил, был в Карелии, там тоже меня пригласили на семинар, у них там проекты с винами. Там вот единственный способ, мы долго обсуждали, они начали это делать. Но что-то делали в Барке, да, вот, Слынько Ирли Владиславович. Но вот то, что на территории бывшей СССР, совсем свежее, что я могу вам сказать, это наши белорусские коллеги из Минска, они вот таким образом обнаружили у себя вот сейчас расселяющийся десятипалово рака американского. Они его обнаружили, вот эти он, инвалидные анализы в водоемах, а потом его через какой-то промежуток действительно поймали. Но раки их не всегда сходу поймаешь. Вот этот случай я знаю, он докладывался на гидробиологическом съезде в сентябре прошлого года. У нас проблема одна, я вот сейчас подбиваю наших тереологов, вы знаете, что у нас живет вот два ключевых вида, которые де-факто они вселенцы. Это наш речной бобр, тастерфибр, и канадский бобр, тастерканадендец, который к нам попал, ну, если играть проевропейскую часть, на Дальнем Востоке у наших вселяли, попал из Финляндии, он, понимаете, он более плодовид, и есть подозрение, что он будет постепенно вытеснять нашего речного бобра. Они морфологически внешне не отличаются. Они отличаются только при анализе черепа, ни по окраске, ни по этому. А по ДНК они отличаются очень сильно, потому что они вообще имеют разное число хромосом, они не скрещиваются. Вот я как раз почему вспомнил Карелия, мы беседовали с коллегами, там, Петр Иванович Данилов из такой бобрятник, чтобы использовать ДНИ-анализ для того, чтобы вычислять, какой бобр здесь живет. Потому что там идет вот такое пересечение ареалов, и есть подозрение, он уже в Ленинградской области стал распространяться, что постепенно он будет вытеснять нашего речного бобра. То есть опыт есть, но я не бы сказал, что это сейчас широко применяется. К сожалению, нет. Спасибо большое. Передаю скафету следующему. Юрий Геленович, а вы можете отключить демонстрацию экрана? Как, справа? Да, наверху, да, там наверху у вас. Вот я не знаю, а вам мешало, что ли, я думал... Нет, чтобы можно было вас видеть во весь экран. Все, 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 я понял, понял. Все, все, что надо отключить. Следующая серия вопросов у нас от Татьяны Трифоновой. Да, я здесь. Я могу задать сама. Ну, что, там видно, нет ничего? Нет. Так. Сейчас. Наверху там красненьким нажмите, пожалуйста, отключить демонстрацию экрана. А, вот, отлично. Вот это, да? Угу. Теперь все нормально? Да, теперь все, все отлично. Так, угу. Слушаю. Да, здравствуйте. Огромное спасибо за лекцию. Вы очень расширили мой кругозор, потому что про инвазивных видов, к сожалению, про инвазионные виды я знала только о пчелах и их паразитах. И хотелось бы уточнить, я не знаю, существуют какие-то исследования или есть ли какие-то меры защиты, разрабатывались меры защиты аборигенных видов или, может быть, предотвращение внедрения видов вселенцев? Вот, как вы считаете, есть ли смысл сразу же выделять и завозить животных, ну, если это животное, ну, вообще, видо-антагонисты? Вы знаете, дело в том, что, ну, вы имеете в виду биометод, как его называют. Да, да. То есть, появился какой-то вид вселенец, и бороться с ним с помощью другого вселенца. Вы знаете, вопрос очень сложный, потому что, вот моя точка зрения, что лучше вообще не надо, потому что есть большая опасность. многие случаи приводили к тому, что это не работает. Ну, из-за чего? У меня вот такой постулат единственный, не надо вообще ничто, никуда новое завозить. Почему? Потому что, первое, обратно не вернешь, это абсолютно, не вернешь по двум причинам. Если даже вы искорените полностью, чего я почти не знаю, вселенцы, но есть случаи, когда на первых стадиях их искореняли, есть довольно много. Почему вот надо вот прогнозировать? У вас система не вернется обратно. Чем биологические системы отличаются от физических? Вот физическое вы превратили там воду, потом опять воду, в металл. Был твердый, станет жидким и обратно вернется, а вот биологически обратно никогда не возвращается. Там будет другой набор видах, там будет какие-то изменения. Вот вот эта вот вещь. Поэтому лучше никого в отношении биометода. Ну, вы знаете, наверное, лучше меня, сколько экзотических или простых случаев, когда появляется хищник, который потом переходит на других. То же самое, если говорить о насекомых. Они сперва уничтожают вредного кого-то, потом переходят на полезных насекомых, на тишу опылительных. Понимаете? Масса таких случаев. Есть более такие серьезные вещи, когда классические острова завезли мангуст, которые стали бороться со змеями, чтобы людей не кусали. Они быстренько переключились на птицы и стали разоразить гнезда и там по цепочке пошли всякие последствия. Таких случаев очень много. Надо проявлять осторожность. Есть, конечно, места. Я рассказывал про мимиописи. Там человек правда ни при чем. Там совершенно случайно вселился его хищник, герой аватом. Такой же грибневик, но который ест только его. И сейчас у нас проблемы мимиописи почти нет. Есть только в Каспии, потому что в Каспии он еще не вселился. там пять стран не договорятся, чтобы его вселять. Но, в принципе, вот такой, понимаете, облигатный паразит, который никого больше не ест, ну, не паразит, а хищник, вот такие случаи могут быть. Но это крайне редкая вещь. Крайне редкая вещь. Но, факт есть факт. Берой сейчас регулирует мимиописи, потому что он его съедает, и он никем больше не питается. Они вместе живут там. Почему на родине, на Атлантическом подбережье Северной Америки, там же нет такой трагедии с мимиописи, с нашим глибневиком, потому что там есть этот авата, который его потребляет. Вы знаете, очень сложный вопрос. Вот с биометодом, ну, наверное, есть моменты, когда это помогало, ну, в частности, классические примеры, когда заражали кроликов в Австралии, когда вот привезли это заболевание, я уж не помню, вирусное, которое с ним боролся. Ну, мы знаем, что такое вирус. Ну, уничтожат они кроликов, он самутирует, и, может, на людей нападет. Ну, я так утрирую, может быть, но такие вещи могут быть. То есть, с этим надо проявлять большой осторожность в диаметре, потому что куда это пойдет, неизвестно. То есть, вы считаете, что вообще инвазии лучше искоренять изначально? Если уже произошло, например, если произошло. Понимаете, ну, если произошло, вы знаете, очень гигантские, вот я не приводил по отдельности, вот эти вот суммы, там, 314 миллиарда, там значительная часть тратится на регуляцию этого всего дела. Там, вы знаете, чего только не придумали уже. Там есть настолько сложные методы, и генетические, и эволюционные, ну, опять же, вот, нарушать воспроизводство, запускать там стерильных самцов. Методов очень много. И, ну, я вам приведу пример, вот, тоже из классики, которую сегодня рассказывал. Это под селением морской Миноги в Североамериканские озера. Там 10 лет работало несколько лабораторий, и они придумали вещество ламприцит. Лампри – это латыни и по-английски минога. Это желтый такой порошок, который распыляет с самолетом, и который действует только на миног. Он не влияет ни на рыб, ни на людей, ни на водных беспозвоночных, ни на кого. Вот, они только дохнут. Так вот, у них три вещи, чем они вот сколько с 60-х годов красят там миллиарды долларов на этих озерах, чем они травят этих миног. У них она размножается в реках, они там ставят электрический провод провод, чтобы отпугивать, не заходил, ставят ловушки и распыляют ламприцит. Им не удалось до конца уничтожить. Они просто ее держат там 5-10% на каждом озере по-разному, на некоторых чуть больше. Но уничтожить совершенно не удалось. Постоянно занимаются вот этими делами. Вот придумали три метра. Ну, как вот, кстати, с борщевиком. Вот с борщевиком же, ну, там, правда, проще, потому что вспышка борщевика, на мой взгляд, связана с тем, что у нас упало сельское хозяйство и масса брошенных полей еще оказалось. И он их захватил. Но если его постоянно, ну, во-первых, культивирует севооборот, вернуть, который был, если его постоянно косить и травить фермицидами, то его можно ликвидировать. И вот у нас с 2011 по 2017 год была программа, там мы тратили, правда, 300 миллионов рублей по всей европейской части. Но в Ленинградской и Московской области эффект был довольно неприличный. Ну, сейчас он фирмы есть, которые, так как начали штрафовать, я сегодня даже видел фирмы, которые готовы вам уничтожить борщевика. Вот этими двумя методами, но с ним трудно, потому что у него семена несколько лет могут лежать в земле, и там продуктивность 100 тысяч на растении, там это очень долго придется. Но если вот это все северообороты восстановить, то постепенно это может... Бывает саморегуляция, когда при большой численности у них возникают паразитарные заболевания не северообороты. Такие случаи тоже есть. По крайней мере, численность спадает. Есть масса методов, совершенно экзотист. Ну, например, вот с балластными водами есть конвенции соответственно по балластным водам, наша страна присоединила в 12-м году, что балластные воды не спускать в портах, а спускать в открытой части. По крайней мере, ну, личинки в бентусах организмов они не смогут там выжить, и многие не выживут. Это раз. Потом там и ультразвуком, и чем там и химии, очищением, там контроль идет везде очень жесткий. И, конечно, это может снизить. Это может снизить. То есть, методов очень много, от химии до генетики, но это требует больших затрат. Лучше не допускать. Ну, есть случаи. Вот про андатру я вам говорил. В пятом году вселили в Европу, в Чехословакию. Попало потом в Великобританию. Англичане быстро подумали и сказали, это нам не надо. И они уничтожили, их нет до сих пор. Они уничтожили тут же, когда его было мало. А потом, ну, вы поймете, грызун, ну, как его будешь уничтожать? Это размножается ужасно быстро. Так что, главное, на первой стадии, вот, когда возникло, вот, почему вот мы и журнал стали издавать, мы там приветствуем первые находки, когда нашли вообще одну особь. Ну, в нашей стране, когда служб таких, кроме карантинных особых, нету, то, ну, вот, Саншитовая роща погибла от огневки. У нас же ученые нашли, говорили об этом, что нашли огневку, будет как где-то, ну, все сейчас под сочами, все погибло. Так что, на первых стадиях можно, потом трудно. Почему вот базы данных нужны, смотреть, что за границей рядом делается, потому что, ну, откуда пойдут знать эти коридоры инвазионные, вот, вот из-за этого все. Спасибо большое. У меня еще последний, совсем маленький вопрос. Вот, я узнала, что в 2019 году в Приморье обнаружили новый вид водяного оленя. Он к нам пришел из Китая, вроде бы. И, скорее всего, причиной является изменение климата. Вот, как вы считаете, с подобными инвазиями нужно бороться? Ну, вы знаете, это сложный вопрос. Если он сам пришел, да, ну, вот, вот, когда естественный процесс идет, трудно сказать. Ну, во-первых, надо выяснить, сам ли он пришел. Потому что, вот, у нас охотники любят кого-то заселять, и приходит она. А потом, надо смотреть, смотреть, нанесет ли он ущерб еще какой-то. Потому что, понимаете, ну, вот, когда олени, правда, других завозили на острова у нас, там очевидный, вот, те же дальневосточные, очевидный ущерб местным птицам был нанесен, потому что они там и вытаптывали все, и гибли гнезда, они же прям на земле, там, с лесом не очень. Я не слышал ничего про этот вот китайский вид, но дело в том, что многие виды, у всех же ареалы флюктуируют, это же связано с климатом, как вы правильно сказали. Сейчас многие идут на север, многие виды проникают на север, а там, ну, конечно, это трудно сказать, надо мешать этому, я бы не стал, потому что это естественный процесс, потом это расширение рядом ареала, это примерно те же условия, это что-нибудь экзотическое не попадет к нам, наверняка там найдутся хищники, тем более в Приморье, там, Сидорыч с леопардом. Леопарда. Да, будет ему еда. Ну, и потом наши охотники. Вот я знаю, у нас белохвостого оленя зачем-то вот и хотят вселять, и он уже проник из Финляндии у нас на севере. Вот, ну, белохвостый оленя, на американский, там, они посмотрели фильм, там, на оленя. Мы тоже хотим на такого охотиться. Ну, понимаете, глупость какая-то. У нас же есть своя хорошая фауна, которую надо поддерживать и сохранить, особенно редкие исчезающие виды. Зачем это? Неизвестно, понимаете, вот с млекопитающим какая проблема? То же самое. У нас же пятнистого оленя завезли в Иерархинскую часть, с нашего уже Дальнего Востока. Ведь с ним, и вот с есенотовидной собаке, попала масса заболеваний. Вот в чем проблема. Понимаете, там все-таки это один поезд, там, если как-то новое заболевание появляется, то в этом проблема. Ну, там же вот до парадокса выходит. у нас раньше резервуар бешенства в СССР и в России на первом месте была лиса. Ну, лису отчасти там истребили и как-то упала численность, ну, по разным причинам. А теперь вот эта есенотовидная собака, которую вселили для, как охотничьего вида по европейской части, он является основным резервуаром бешенства. Ну, вот как? Понимаете? Ну, вот в чем дело. А бешенство опасное заболевание для человека. Вот собак прививают, домашних постоянно за ней. То есть, с оленем не знаю. Ну, вообще, на мой взгляд, если это естественно, просто надо наблюдать, посмотреть, ну, навряд ли это к чему-то серьезным привилитом. Спасибо вам большое за ответ. Спасибо. Пожалуйста. Всегда готовы. Юрий Юрьевич, следующая серия вопросов от Александра Кучерявого. Александр, вы на связи? Вы бы в институте спросить. Александр? Так, Александра пока нет. Тогда серия вопросов от Юрия Дылдина. Юрий, вы здесь? Да, я здесь. Меня слышно? Да, я вас слышу. Да. Юрий Юлианович, спасибо за вашу шикарную лекцию, очень насыщенную. Огромное спасибо, коллеги, здравствуйте. Ну, я вот занимаюсь в область моих научных интересов, ходит ихтиофауна дальневосточных морей, ну, собственно, острова Сахалин, да, за несколько последних лет, ну, где-то это лет 10, мы провели достаточно таких обширных несколько ревизий. одна касалась хирурщевых рыб, да, это скаты, химеры и акулы, где было выявлено около 44 видов, только предварительно. То есть, вот сейчас следующий, к чему я веду, хочу вопрос по этому поводу задать, немножко прелюдия к этому. То же самое, мы вот в последнее время занимались залива Анива, за все время исследования там было где-то известно 170 видов, оказалось 274. То есть, по всему Сахалину это более 100 видов. Вот я свой ответ сформулировал, можно я вам его почитаю? И потом еще тоже кое-что скажу. Какой уместно использовать термин для периодически проникающих теплолюбивых рыб в дальневосточные воды России? Ну, это Беринга, Охотское, Японское море. Как назвать подобную инвазию? И будет ли это корректно для подобных явлений, которые связаны с различными природными перестройками, с течениями, да, ну, иногда связаны с глобальным потеплением, но это спорный вопрос, с солнечными циклами, там, флюктуации, всякие разные, и т.д. Вот, я про пример сказал, что вот, по крайней мере, 13 видов мы обнаружили лично, новых видов, которые ранее вообще не были известны для южной части острова. Для всего острова Сахалин 100 видов, ну, если вот пример привести, даже фугу, да, рыбку, она уже доходит до северной части Охотского моря, вполне, каждый год, вот, и как все это правильно назвать, это лучше называть представителей тропического, субтропического комплекса, или инвазии, как делают, вот, я знаю, что коллеги с Приморья, да, там тоже нашествие этих теплолюбивых рыб, они публикуют это иногда под видом инвазии, как все это, как правильно все-таки это называть, такое явление, причем масштабное, достаточно для дальневосточных, перестройка там сейчас идет большая, огромная. Понимаете, ну, как называть это вопрос термина, знаете, некоторые ученые говорят, не надо об этом спорить, потому что можно в термину упереться, я лично придерживаюсь такой точки зрения, что термины надо с ними не мельчить, они должны быть общие, ну, и человек, ученый может ввести любой термин, если он четко даст ему определение, вот в первом, во втором слайде лекции я выяснил, что такое называется чужеродный вид и что такое инвазия. Это когда вид селился и образовал там самовоспроизводящуюся популяцию. Понимаете, вот это лучше всего известно по орнитологам, они у всех видах есть два ареала, один гнездовой, где они размножают, и один, когда они могут залететь в какая-нибудь там бурокрылая ржанка, на другой конец земного шара. Понимаете, в вашем случае это очень хорошо, что вы это фиксируете, потому что вот сейчас вот говорили об этом, как бороться с инвазией. Вот первый раз, что вы заметили, понимаете, ну, говорить, что вот это вот инвазия лучше, когда... Я всегда вот студентам привожу простой пример. Я всю жизнь живу в Москве и сам даже пострадал от этого. Часто улетают домашние птицы, особенно экзотические попугайчики. У меня два или три улетело за мою жизнь, что я держал попугаев. Ну, сколько он здесь проживет? До первой зимы? Понимаете, в чем дело? Ну, вот как его считать? Вселенцы или не Вселенец? Я считаю так, ну, надо всегда отметить находку. Надо отметить. Почему? Потому что вот с теми же попугаями климат потеплел, сейчас в Европе гнездятся и постоянно живут пять видов тропических и субтропических попугаев. Ставцы, тоже они у кого-то из зоопарка, я не говорю о будках из зоопарка убежавших, тоже экзотически. То есть, понимаете, у меня рядом с домом эти огори живут сейчас в Москве. Ну, что это такое? Они размножаются уже много лет. Вы понимаете, это все надо отмечать. Я, вы знаете, это забавно, я буквально в последний момент из-за перегруженности лекции убрал слайд, о ваших дальневосточных. Там и фуга была, и летучие рыбы, которые в Владивостоке из окна их института видел. Это известно. А потом, помните, там на пляже на людей нападали, в Владивостоке нападали акулы. Там изначально у вас, кстати, постоянный ареал 13, 14 видов было, но не в вашей части, чуть южнее. Надо все это отмечать, надо все это отмечать, а потом выяснять. Но вы знаете, здесь еще такая опасность есть. Вот один из самых сложных вопросов изучения инвазии, особенно для малоизученных групп насекомых, вот водных беспозвоночных, я вот в моей лаборатории мы с этим сталкиваемся. Мы для многих недоизучим, не знаем ареал, может они всю жизнь там жили. Вот это самая сложная вещь. Потому что надо посмотреть, а работал ли кто-то в этом месте. Понимаете, у нас споры вот часто возникают. Ну вот недавно был спор Ратан, знаете, Ратан Головешко. Да, 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 конечно. Он одно... И здесь живет, да. Он наш, Амурский, он в Амуре живет. А здесь люди нашли в одном из притоков. Вот он тут поселился. Я говорю, ребят, ну там никто мог не работать. Понимаете, ну у нас же территория гигантская, или еще бывает такое, работали, но не описали. То, что вы делаете, это честь и хвала. Это вам надо просто, вот каждый этот случай, желательно, чтобы организм был фиксирован и хранился где-то. Фиксирован, да. Вам не говорили, вы неправильно определили, там еще что-то. Ну как все зоологи всегда и работали, и с растениями, и с гербарями. Чтобы он лежал, вот пойман там-то и там-то. И считать, что это она приплыла туда, в какую-то часть, на Набулу, ушла, это уже другой вопрос. Да, то есть произошла она... Да, но то, что идет расширение ареала, это очевидная вещь, особенно у вас. Это очевидная вещь. Я у вас бывал, вот Звягинцев, мой хороший знакомый, который вот занимается, правда, вот этими оборудованиями и балластными водами, больше беспозвоночными, вот он массово мне таких случаев рассказывал. Это просто надо описывать. Это очень хорошо, что вы этим занимаетесь. Публикуйте в нашем журнале, пожалуйста. Спасибо. Ну, у нас, конечно, жесткое лицензирование и все, но он зато и... Его удалось поднять за счет этого. Так что нет, это очень важно, это надо... Ну, как это называть? Ну, как? Называйте это чужеродный вид. Чужеродный, да, все-таки будет правильно? Да. А то, что он образовал, если вы найдете молоть, если вы найдете его на последний, там, с икрой, можно уже говорить, он все размножается. Численность пошла, не единичная, там, вы за два года поймали один экземпляр. Понимаете? Это будет как с попугайчиком. Да, это как бы очень много достаточно. Еще вот... Вот здесь главный момент. Я за то, что некоторые говорят, а это не надо. У нас вот в журнале дискуссия, да, ну, это не нужно ничего. Нет, первую находку обязательно, потому что, вот, там же, понимаете, инвазионный процесс еще состоит, я про это не рассказывал, тут совсем бы два часа вас мочит. Там еще инвазия, она иногда вот долгая, иногда короткая, это очень интересная вещь. И если мы хотим регулировать, вот надо ловить это вначале, ну, какая-нибудь там противная штука заселится, понимаете? Вот, Юрий Ильянович, я периодически езжу, я сахалинец, я связан с сахалином, там, в третьем поколении, но я сейчас работаю в Томске. И мы зафиксировали, в четырнадцатом году, зафиксировали проходную миногу за последние 60 лет. Ну, там градация, Летинтерон, Камчатикум, именно проходную, там градация еще и Оганзин, сделал градацию по размерам, то есть на 30 сантиметров уже проходной. Вот за последние 60 лет, то есть, это даже, где-то... Это бы в каком... В Томи, в Томи, зафиксирована она у нас. Ну, понятно, ну, почему? И здесь тоже это проявления идут, то есть, и здесь климатические изменения прямо вот на животных. Наверное, да, наверное, да. Но опять же, надо посмотреть, по старым местам кто-нибудь отмечал там или нет. Отмечали? Ну, ладно, спасибо огромное за ваши вопросы. Все, все. До свидания. Все добро, счастливо вам. Следующий вопрос от Федора Лещенко. Федор? Федор? Федор, подключаешь микрофон. Федор? Нет, Федор, вас не слышно. Боюсь, боюсь, что и он нас не слышит. Да? Тогда, если не слышно, давайте Алексей Галинкевич. Добрый день. К сожалению, я поздно узнал об этой лекции и подключился в самом конце уже. И вот мой вопрос связан с горбушей. Я работаю в Семерном фоне дикой природы в Мурманске. И последние годы очень жарко идут дебаты по поводу роли горбуши в реках Северо-Западного бассейна и о влиянии ее на дикие популяции Атлантического лосося. Вот хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Ну, вы знаете, насколько мне известно, то, что ожидалось, что она будет там перерывать бугры Атлантического лосося. Ну, по крайней мере, я вот знаю по Кольскому полуострову бассейн в Арзуге, тех мест, что коллеги работают. Я сам там не работал. Говорят, что нет. Нету такого влияния. Те, что вышло даже две книжки на этот счет и есть отдельные публикации. Доказательств того, что горбуша влияет на Атлантического лосося, я научных данных я не знаю, опубликованных в нормальных изданиях. И этого, наверное, следовало ожидать, потому что они не совпадают там и по времени и по местам. Ну, вообще, вы знаете, вот я уже говорил сегодня, что я противник таких вот преднамеренных инвазий, интродукции. Но дело в том, что вот то, что я знаю и по Белому морю, что народ-то ловит и использует ее. вообще оказалось, что не так это, как говорится, и сильные вреды. Понимаете, о том, что здесь в инвазионной вот этой вот проблеме есть два таких маргинальных. Все говорят, что все плохо, вот надо все изничтожать и преувеличивать. чтобы там понятно, откуда это идет. Иногда это особенно западные ученые, что получить деньги надо напугать там тех чиновников, которые их выдают. А другая часть, что недооценивают. Понимаете, вот случай с крабом, случай с горбушей, на мой взгляд, переоценено сильно их воздействие. То, что я знаю именно научные данные. Потому что ну, не получается. А потом, ну, что значит с атлантическим лососем? У нас же ведь наша страна имеет реальных-то маточных стат таких природных. Их практически не осталось. Они все только у нас. Но у нас без всякой там горбуши Печорскую-то тогда из-за нефтеаварии нефтяной сильно припали. Но пока еще это как-то сохраняется, насколько я знаю. Вот здесь главная проблема с лососем это вот победить вот этого геродактелеса, о котором я сегодня говорю. Потому что ведь норвегам пришлось свои 40-40 лет полностью вытравить все там, чтобы потом вернуть. Они достигли, но это какие затраты были. А если он у нас тоже пойдет, то, конечно, нашим природным вот этим популяциям атлантического ловят все семги, им будет плохо. А в отношении горбуши, то, что я знаю, такого учерба нет. У меня ребята работали даже из моей лаборатории, там, все говорят, что нет. Не доказано, что оно влияет на воспроизводство. Вот если я вам ответил. я с вами в принципе полностью согласен, тем более, что горбуша нерестится раньше семги, и она нерестится на грунтах с более мелкой фракцией гальки. Да, 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 да. Именно. Высказывают такие пассивные, что горбуша, значит, она когда отмирает, и разлагающие тушки, они, значит, оказывают негативное влияние на полость и так далее. И что, значит, якобы в реках дальневосточных там совершенно другая гидрология, совершенно другая микрофлора, которая быстро разлагает, значит, эти тушки, и поэтому вреда такого нету. Вот. Но для меня это тоже аргумент является как бы неубедительным, потому что, скажем, если сравнивать, скажем, реки Кольского полуострова и реки там Камчатки северо-запада или там до Чукотки, то то же самое, то в принципе по гидрологии они особенно, на мой взгляд, как профессионал, они отличаются. Вот вы у вас нету на памяти работ, которые вот проводили бы анализ именно сравнения о том, как влияет именно вот распад погибшей Горбуши на гидрологию, гидрохимию реки. Понимаете, для ее исторического ареала такие работы есть, потому что еще советскими их теологами было высказано такое мнение, что то, что рыбы отмирают, родители умирают в местах нерестилища, это важные вообще тогда в всех терминологиях приспособления для от корма рыб, потому что там калавратки, другие организмы и вообще эти все реки, они такие бедные в основном, они с продукцией плохо, если бы не было этого отмирания, то ничего бы не вышло, это было в какой-то в основном форме гипотезы, но уже когда стали развиваться современные методы, когда использовали, стали использовать для исследования тропических сетей изотопный анализ, то западными, не нашими, к сожалению, работами было четко показано, я читал эти работы, было показано, что то, что едят и ест молодь, это биогенные элементы их родителей, понимаете, я с вами абсолютно согласен, что я думаю, тот же сюжет будет действовать и в водоемах европейского севера, ну а чем отличается, то, что я видел, я на Камчатке был там, видел речи-то одного типа, там даже хуже, если брать бассейн реки Камчатки, где я в основном работал, там многие реки, они такие, знаете, тундровые, они из болота вытекают, они еще хуже, но есть факт, что биоген образуется, и все там будет переработано, ну а что там может быть, эвтрофирование может быть, ну эвтрофирование, знаете, в малых реках это довольно редкая вещь, что там будет слишком высокое содержание, что там пеницины, бактерии разведутся, но это трудно ожидать, трудно ожидать, не знаю, конечно, надо провести работы, но по-моему, это какая-то фантазия, должны быть конкретные данные, вот на Дальнем Востоке для Тихотянских лососей рода Анкоримкус это изучено, есть хорошие работы, показаны, что именно эти стабильными изотопами, именно эти вещества, они из, ну там же, понимаете, это все на таком уровне это хорошо показывает, откуда биоген, из моря пришел, из пресной воды пришел, так что нет, это показано, что действительно трупы родителей, они являются основой для питания молнии, я думаю, здесь будет то же самое, но не знаю, малышко. То есть, эта позиция, наоборот, горбуши, она будет повышать трофику в мек, и оказывает много приятного здесь. Тем более, что это все текучие воды, там люди не понимают, что там немножко все по-другому идет. Конечно, да. Там все дрифт, они питаются дрифтом, там же должен весь процесс пройти. значительная часть вообще же утекает в море, понимаете? Ну, да. Ну, вот хорошо бы, если бы кто-то взялся за труд такой, провести такой анализ и показать на стороне анализа рек Кольского полуострова там, или там северных рек Дальнего Вашопа. Тема очень интересная, как и много других, но сейчас, знаете, сил и средств не всегда хватает. Понятно, ясно. Я при случае поговорю с коллегами, вот я больше сотрудничаем с коллегским научным центром, лесноводников как-то побольше, и они занимались этими реками, там хорошие работы были и Шустова, и Веселова, и вот именно по, они искусственные нерестилища делали. Веселов, кстати, он был против, он считал, вот я вот с ним разговаривал, он считал, что Горбуша, она как бы вредит для Семье, вот его мнение, вот высказанное. Ну, вы знаете, оно, видимо, менялось. Я от него же слышал, что вроде бы нет, я его в лоб спрашивал, когда это только началось. Судя из его публикаций, такого не следует, понимаете? Публикаций я не видел тогда у него. Может, он не успел напечатать, я его последний раз видел в сентябре на гидробиологическом съезде, но, к сожалению, он ушел из жизни, но мы не про это говорили, правда. Ну, понятно, ясно. Ладно, спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго. Юрий Ильянович, следующий вопрос из Дагестана от Нахади Брагимовича. Вы еще здесь? Да, да, конечно. Уже знакомые стали. Прошу. Добрый день. Я хотел бы поблагодарить за... Здравствуйте, мы опять говорим. Рад вас видеть. Добрый день. Спасибо за такой емкий подробный. У меня такой вопрос. Вот в 30-е годы, 30-е, 34-е, ну, до 40-х годов четыре вида кефалий были, как бы, вселены в Каспийское море. Сингиль и Астронос достаточно хорошо прижились, а вот причины значит, Пеленгас и Лобан не прижились. Не подскажете, какая причина семейства одно вроде казалось бы. Ну, вы знаете, меня сегодня уже спрашивали об этом, правда, про Камбулу. Понимаете, в чем дело? Слишком много факторов, чтобы вот понять, почему не прищил. Надо компенсировать. Видите, вы говорите, Пеленгас не прищился. А в Азово-Черноморском бассейне Пеленгас чуть ли не на первых местах по промыслу. Понимаете, именно Пеленгас. Ну, вот как. Не могу сказать. Понимаете, здесь надо в конкретном случае. Может быть, вот я повторяю, какая история, может быть, может быть, мало завозили. Понимаете? Количественные, да, имеете? Один момент. Второй момент. Вот здесь трудно себе представить, то, что я вот говорил, что когда из одного моря в другое, главное не соленость еще, а солевой состав. У Каспии все-таки немножко свой специфический серьезный. Видите, те же виды тоже, вот эти, с Дальнего Востока, который, он же с Дальнего Востока Пеленгас. Может быть, в этом дело. Не могу я сказать, понимаете, это должно быть серьезное исследование. Я вот вспоминал уже, меня спрашивали сегодня, правда, про Камбулу. Я вспоминал, говорю, люди в одной работе проанализировали ну, несколько сотен инвазий, причин, почему неудачные были. И в некоторых случаях выяснили. Но самый большой столбец был, это инвазии, когда не удалось узнать, почему не получилось. не могу сказать. Понимаете, это очень сложный вопрос. Много факторов очень. Солевой состав, может быть, что-то с нерестом не так. Не могу сказать. Это надо смотреть. Может быть, просто мало завозили. Ну, вот смотрите, вот, когда завозили, вот, в 60, возили же сколько? В 30-е годы? В 50-е годы, в 63-м году Бурмакин и все, написал целый, вот, том был трудов госнеорха, написал целую, ну, получается, книжку практически про анализу всех вот в селении, особенно рыб, вот, водоемы. У него же, знаете, какая сумма-то вышла? Эффект. 15 процентов. 15. От всего. А возили же какими количествами. У нас был этот спау, центральный производитель, на акклеменционное управление. Возили, летали самолеты тоннами. Вот, ну, другой пример, понимаете, из какой популяции взяли, бывали. Южнее, севернее, вот, например, вот Камчатского краба когда возили, 61-го года, он же когда прижился, участвовал, через 30 лет, а выяснилось, что возили сперва из южной части ареала, ему там холодно было, когда взяли северную и пошло, понимаете, они же еще внутри вида имеют, ну, некая приспособность, это большая проблема, потому что иногда внутри вида большая генетическая изменчивость, взяли не с той части, и все, это масса случаев, а вот с крабом это даже вот так и оказалось, вот не могу сказать, трудно здесь. У нас даже, я прошу прощения, спасибо большое, дополнение, как бы, на Нерест, по ее биологии, она должна быть при температуре воды 22-23 до 25, вы не поверите, 14-16 градусов, она уже приближается к берегам, идет на Нерест. Это тоже, вот, для нас, для Каспийчан, это тоже ну да, очень рано получается, да? Да, да, рано, рано, температура не подошла, а она уже на Нерест. Ну да, вот, вот. И это стало, когда, наверное, последние лет, ну, 8-10, может быть, вот по моим наблюдениям. И Нереста нет, да? Нет, есть Нерест, имеется в виду, вот температура ниже воды, вот, ну, вот 16 начинаем, она идет к берегам, на Нерест. А так-то, по ее биологии, она 22 и выше температура Нереста, а это вот при низких температурах, более низких температурах, идет на Нерест. Ну, вот, вы знаете, вот с этой, с температурой Нереста и тоже гуляет. Я вот, то, что я сам лично работал, вот с карповыми рыбами, там же очень сложный момент, вот с гомеотогенезом, у нас вот такой был профессор Кошин, он занимался, он в нашем институте работал, и там же у него что получалось, что вы знаете, даже вот рыба в своем ареале, все, ну, вот из-за колебаний, вот, и водности, и температуры, получалось, что не попадают, и у них резорция икры идет, вы понимаете? Вот в чем дело, вот они созрели, все, они пошли, но они размножаться не начинают, и у них резорция икры, и они вообще там чуть не следующий год Нерест пропускают. Он занимался пропусками Нереста, у тела в своем ареале, из-за вот колебаний, просто температура, а чаще еще потом, что началось, когда вот это гидростроительство, еще и колебание уровня. Ну, это я говорю про... Уровеньный режим, да? Да, а у вас там, сейчас понимаете, поскольку такие колебания в климате, и дело не в том, что стало теплее, холоднее, ну, смотрите, что делается. То холод, вот у нас, май холодный, да, как раз сейчас кто-то... И уровень Каспия тоже где-то на метр, наверное, ниже стал, если не больше. Да, так что вот здесь трудно определить, и кто-то приспособился, кто-то нет, ну, вот, может, из-за этого еще кто-то не вселился. Спасибо большое, Юрий, спасибо огромное. Вы там берегите себя, а то нас пугает. Спасибо, спасибо. Бережем, дома сидим, не выходим. Вы нам нужны, вы нам очень нужны. Спасибо большое, спасибо. Всего доброго. Спасибо за вопрос. Юрий Юрьевич, мне так много вопросов осталось, буквально еще чуть-чуть, вот, от Анны Ридигер. Если Анна не против, я зачитаю, или вы как, или визуализируетесь? Сейчас, две секунды. Вас не слышно, Анна. Анна, вас не слышно, вот так. Начинаю с благодарности, и, Юрий Юльянович, я тут изучала ваши труды с большими чувствами внимания и интересом, и использовала в статье много цитат. По поводу Синтии, я понимаю, что это уже, как говорится, мелкая биота и синтезированная биота, тем не менее, эта зараза там вроде как расходится. История нашумевшая, я много что читала, хотела бы узнать ваше мнение, насколько это серьезно, насколько, или насколько это фантазия. Это про кого я не понял? Синтия. Ну, это вот синтезированная бактерия для поедания всяких углеводородов лишних. Нет, вы знаете, я ничего про это не могу сказать, я, это не совсем моя специальность, мягко выражаясь. Конечно, когда вот про инфазию мне приходится про все рассказывать, просто я не знаю, я не знаю. Дело в том, что, понимаете, я могу в общем сказать, и даже студентам рассказываю, что вот отдельная проблема, это, ну, как их называть, генетически модифицированный организм. С этим, вот это очень серьезная вещь. Это очень серьезная вещь. Например, вот, ну, я знаю, что сельхозяйственной культуры, некоторые убегают, вот ГМО-культуры, убегают в какие-то места, и здесь опасность-то состоит в двух вещах, потому что они могут гибридизироваться с нормальными организмами, это раз. Имутировать. А вторая вещь, кроме вот какой-то пользы, они могут приносить какие-то побочные моменты. Потому что у нас вот насчет ГМО шум весь поднимают, можно ли их есть, или нельзя, это, конечно, несерьезные все штуки, потому что через пищеварительный тракт генотип не передается, а быстро там расставляется при помощи соляной кислоты и желчи, и ничего там не может передаться. Но мы настаиваем, что, первое, никогда нельзя модифицированный организм выпускать в природу вот по двум причинам, чтобы гибридизироваться раз и с полезными, и второе, будут побочные эффекты. Вот побочный эффект один могу сказать. Вот весь мир выращивает БТ-кукурузу. Это генетически модифицированный организм. БТ-кукуруза, которая дает большие урожаи, она невосприимчива к заболеванию. Что и есть можно, проблем нет. Но дело в том, что ее пыльца содержит раз, ну это известные вещи, ряд веществ, которые попадая почву с почвенным организмом, а что вот лишнее мне близко, это уже точно доказано, я читал конкретные серьезные работы, выполненные в Соединенных Штатах, они, попадая в водоемы, там уничтожается масса бентусных организмов, в частности амфиабиотических насекомых, которые являются важными компонентами в водных экосистем речных, личинки плоденок, веснянок, ручейников, вот все вот эти организмы, они просто для них яркие, вот кто мог это предположить, понимаете, любые вещи такие, надо как-то изучать раз, а второе, ну выращивайте ради Бога, делайте это очищение, ну природа чтобы не попадала, потому что там две, вернее, три вещи, вы не это не искорените, а две вещи, что будет геморизация и будет побочный эффект, и случай этого есть, случай уже этого есть, Женя, ну вот конкретно вашу бактерию я, честно говоря, не в курсах, нет, не моя, это ее, добрые люди в воду отправили, это не я, не моя, это бактерия, спасибо большое, я посмотрю, может быть, даже буду использовать, студентам, не правда, сами иногда находят такие экзотические случаи, что на семинарах, что не додумаешься, жизнь многообразна. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста. Еще один вопрос от Федора Лищенко, я смотрю, он подключался второй раз, может быть, он уже подключился с микрофоном, буквально секундочку ждем, я сейчас посмотрю, нет, тогда зачитываю. А, Федор. Слышно меня? Да, да, Федор слышно вас, да. Отлично, Юрий Ильянович, большое спасибо за лекцию, очень интересно было послушать, ну, собственно, у меня такой вопрос практический, всегда ли инвазия имеет сугубо негативные последствия, я думаю про пример с интродукцией Нерри с Диверсиколором в Каспий, ведь с точки зрения рыбного хозяйства последствия сугубо положительные, все замечательно для ситров стало много корма, а вот с точки зрения экологии экологии вы знаете я у меня было немножко даже сегодня об этом но я что хочу сказать бывают положительные абсолютно бывают положительные отдельно скажу про Нерриуса но в принципе понимаете здесь какая ситуация если организм прижился да я вот даже сегодня про вредителей говорил их птицы едят вот эти вот если организм знаете лет 10-20 назад нашим изонам сообщее сильно обсуждалось вот если появился вид и он там прижился надо ли с ним бороться потому что у них же понимаете вот где страны где развиты эти службы они просто начинают акты вселенец из них изничтожать а разумные люди были такие публикации на конкретных если он встроился в экосистему и является важным там компонентом зачем его искоренять понимаете если тот какой-то вид вселенец какой-то идентификатор вот плечевой вид что он там начал там всех уничтожать или сжирать или болезнь какая-то это понятно а если он встроился он выполняет определенную функцию и тогда по крайней мере не надо его вселить я говорю я против новых вселений но если уже один там живет то не надо его трогать и есть у меня отдельные лекции половина лекции студентов я читаю о полезных вселениях вот полезных вселений например у нас проблема вот это не более распространенная вещь сейчас смуссируется вы знаете в мире сейчас одна очень серьезная проблема у нас мало об этом пишут но нас это меньше касается очень сильных производителей кофе во всем мире исчезают опылители из-за применения массы других вещей и во многих вещах иногда опылители вселяют понимаете и вот в таком случае ради бога если конечно он не какой-нибудь там по другой части в отношении Нериса понимаете Нериса придумал вселять непростой человек Лек Александрович Зинкевич это совершенно гениальный ученый который работал в университете у нас в МГУ завкафедры я его к сожалению практически не застал вот куда он его вселял это один бассейн черное Каспийское море через Кумаманыческую впадину было соединено совсем недавно понимаете это там фауна это дереват одна другой она единственная одна лужа это была давно относительно недавно понимаете это раз то есть это было совершенно еще по этой части продумано а то что он до сих пор им питаются остатки наших осетровых это и то что он там никому ничего плохого не принес а являлся важным объектом питания именно даже осетровых наших ценных это один из немногих вот таких случаев где серьезная научная проработка я подчеркиваю это вообще вариант какой-то реинтродукции потому что это один бассейн он же его не из Америки привез понимаете не как вот эти наши люди вот зачем-то Бофала мы привезли сюда зачем-то еще какие-то у нас пираньи там в Краснодарском крае плавают это же не такой случай понимаете здесь совершенно четкое разумное было принято решение когда-то он может быть там и жил я не палеонтолог не знаю но сходство совершенно определенное и я знаю что он до сих пор в Бенце составляет определенную часть никому там ничего и продукт осетров нет кто бы его ел но факт есть факт нет это есть я говорю есть такое направление что виды вселенцев они как-то пристраиваются и они вот такого какого-то коллапса не приводят но я повторяю что почему это не должно быть толчком к новым вселениям искусственным понимаете потому что при любой научной проработке первое вы не можете предсказать боковые последствия что он там как он сейчас вывести и самое главное вы обратно не вернете инвазии биологические системы назад не возвращаются это раз не искорените вы его ну сколько вот люди уродуются масса примеров я сегодня приводил сколько денег тратить на это дело не получается ну по ряду причин а предсказать чего будет нельзя вот поэтому а если вот сейчас это существует ну понимаете ведь вот проблемы говорят биоразнообразие там пострадало еще что извините от вселения биоразнообразие увеличивается так даже хорошо но вот в экологии на мой взгляд важнее не биоразнообразие число видов а так называемое функциональное разнообразие ну возьмите вот если брать тоже водную среду какая разница у вас в планктоне планктонная рыба сжирает или корма да никому от этого вот для этих энергетических цепей в сетей это не имеет значения если у вас вселенец выполняет важную функцию то есть он кого-то ест его кто-то ест все в порядке и все стабильно существует там не началось там извините там эвтрофирование цветения воды там зеленые приливы вот всего этого дела ну как мы знаем или вас там ну если ближе нам мы же питаться хотим важный промысловый рыб вид ушел там в ноль тогда надо что-то принимать внимание а если ничего этого не произошло он там функционирует почему бы нет так что здесь вот такая вещь понятно ваш вопрос большое спасибо за ответ привет вам из Вьетнама а вы в Вьетнаме да ну хорошо да в каком месте в Ничанге в Ромчанге о здорово я там когда-то работал только начинался я еще до того до того это было 35 лет назад ну да ну хорошо спасибо большое да а вы чем занимаетесь головоногими моллюсками ладно а я вот буквально пару недель назад лекцию как раз в рамках семинара читал ну понятно да я в Ничанге когда был в 89-м по-моему году последний раз место ну мы там симпионтами немного занимались бритариум ну как-то ну да симпионтами я тоже занимаюсь сейчас да а вы с какими с кем у меня дочь у вас работает я знаю да да с Тимиром мы работаем да да ну 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 счастливо вам спасибо сейчас у вас жара там начинается наверное да уже начинает а я когда-то был в конце мая тяжеловато да температура воды плюс 30 ну ладно нам-то ничего кораллам плохо так друзья у нас просто есть еще последний вопрос я извиняюсь давайте да у нас есть вопрос еще от от Александра человека который не смог вам задать его в институте сегодня он находится без микрофона поэтому придется зачитывать мне у него целых три а может быть даже четыре вопроса значит ну сам начальон вас поблагодарил за доклад а вопрос первый такой общего характера что считать историческим ареалом ну исторический ареал здесь идут всякие дискуссии на этот счет потому что здесь некая проблема одно одни ученые изначально считали что тот ареал который занимал организм до неолита так вторая есть идея то что тот ареал который занимал организм до 1800 года вот мне честно говоря это больше нравится потому что извините раньше не очень сильно там это изучали у нас только в 1759 году появилась бинарная номенклатура появился линей и кто какой вид никто толком не знал даже вот если читать там Женинникова и Штеллера там нет латинских названий там с 40-х годов значит соответственно 18 века там нет просто длинное описание потом удалось ученым вычислить кто там был есть конечно другой момент есть так называемый палеоинвазии но это немного отдельная вещь это отдельная вещь палеоинвазия тоже интересная вещь потому что ареалы тогда менялись еще сильнее ну знаменитый момент палеоинвазии это когда в Благеренгии когда североамериканские и наш континент были сведены и масса животных включая вот копытных они бродили туда-сюда вот это вот палеоинвазии вот что считать их ну большинство из них или вымерло или преобразовалось потому что нам часто не грозит так обычно если есть научные данные по старым ареалам вот где их ну определители вот взять любые определители писались хороший определитель до середины там прошлого века если там накал указан ареал значит там был ну я говорю ну есть проблемы да у нас у пресноводных рыб извините европейской части страны пока вот не был спад финансирования в 90-х годах по малым рекам не знали где кто живет потому что не изучали ну конкретно мелкий уже ареал общий знание так что вопрос вот такой обычно я вот читаю что с 1800 года это вполне нормально или по крайней мере середина 18 века вот когда ареал по тем данным был такой а теперь это выводит ясненько спасибо вопрос номер 2 почему в направлении Балтийское море Каспийское море меньше вселенцев чем в обратном направлении балтийское Каспийское да в обратном направлении ну бедный фауна почему вселяться а потом у нас идет глобальное потепление а не глобальное похолодание я вот сегодня даже показывал как как шло вселение по бассейну в Волге в первые 30 лет образования водохранилища и в последние 30 лет образования водохранилища вначале они шли с севера потому что было прохладно относительно и потому что вниз по течению легче проникнуть чем вверх по течению вот и все только в основном с этим связано ну и плюс еще другой момент я не показывал сегодня но масса вселений особенно водных без позвоночника Балтийское море ну имеется ввиду там циркопаги смоленцелярии там еще ряд моллюсков оно каким из-за чего шло-то перевозки грузов нефти нефти нефть где у нас Каспийское море ну и другие грузы шло туда корабли шли туда а вниз ну есть это не то что предположение но корреляция совершенно четкая вот число вселенцев у меня вот я сегодня не показывал есть график это зиновцы делали число перевозок и число вселенцев вот как пошло вот это вот с 80-х годов вот эти холостные воды тут же у них в этом в Финском заливе вспышка вот этих всех вещей дресены и циркопаги и маринцеляри и так далее так что вот в этом все дело вопрос номер 3 как скоро в условиях Евразии проявятся морфологические и как скоро в условиях Евразии проявляются морфологические изменения у инвазионных видов это надо говорить об объектах надо говорить об объектах я единственное что могу сказать что генетические преобразования они хорошо показывают происходит довольно таки быстро потому что я про генетику сегодня не говорил у нас экология называлась не морфология не экология но дело в том что многие виды сперопрошли при адаптации потому что та же тюлька та же дресена они на севере имеют другую же генотип и совершенно изменчивый потому что они прошли при адаптации у них там уже нашли это честный черткий ген это вот Дима Карабанов из Барка и Ира Ворошилова из Барка тоже для Тарисена он делал на тюльке что просто известный ген который ответственен за эвреголинность там четко совершенно было показано что изменение гиплотипа в сторону пресноводности в отношении морфологии конечно здесь трудно сказать ну конечно она происходит изменение но что здесь на него ходить здесь уже из растений борщевик в северной части в Аркангельской области достигает четырех метров у нас вы видели борщевика такого нету и там на его родине на Кавказе тоже такого нету ну вот так это произошло я вот не знаю я не ботаник эта вещь ну конечно морфологические изменения происходят они всегда происходят при смене даже и климата и каких-то других вещей но прежде всего происходят генетически они заметны они на многих там хуже еще там еще гибридизация часто идет смеси это то что происходит морфологические изменения таких случаев в мире много есть случаи для земноводных для американского континента там произошли и в генетике и отчасти морфологии когда многие там два вида жаб лопатоногая жаба лягушка они скрещиваются они стали гибрид стал расширять еще ареал более засушливые части у него там изменения насколько я знаю морфологии были генетики они происходят это довольно быстро это порядка там десятков лет относительно быстро ну а как эволюция это происходило почему у нас подвиды образуются в разные территории попадают спасибо и последний вопрос от Александра больший урон от H5N1 во Вьетнаме и Таиланде связан с более низким уровнем жизни чем в более северных территориях нет я не думаю это не с уровнем жизни связано это просто из-за того что туда попало и там много большая концентрация и населения и домашней птицы в этом в этом все связано и в Китае то же самое произошло это не из-за уровня населения а что причем есть уровень населения жизнь населения и болезнь скота это не связанные вещи мы можем видеть даже по людям я извиняюсь в Соединенных Штатах Америки это не связанные вещи распространение заболеваний связано с плотностью популяции которая это получила и с давлением вот о чем я сегодня рассказываю и давлением инфекции дело в том что если говорить про птичий гриб то его в основном резервуарами являются водоплавающие птицы если они туда прилетели и там имели контакт вернее имели через воду переносить почему это у нас больше всего гибнут на Каспии лебеди потому что они фильтруют воду они больше себя пропускают там где есть этот вирус там через воду идет заражение насколько я знаю ну и прямыми контактами так вот коснулись с водой там что Вьетнам и Таиланд они ближе всех от Ценхая это вот Ценхайский штамп Ценхай это озеро в центре Китая так что здесь я не знаю насколько как показывает наш коронавирус с уровнем жизни страны это не связано может быть как-то но не думаю ну то что насколько я помню сейчас по-моему во Вьетнаме 20 миллионов в Таиланде 40 44 ну в самом начале суммарно я не знаю цифры просто погибла домашняя птица может быть и специально стали уничтожать потому что люди же заражаются смертность не так не соль высока но была даже в нашей стране зараженность больше всего погибли конечно дикие птицы вот от этого штамма не факт что другой будет сейчас еще 4 они постоянно мутируют эти птичьи гриппы ну вот что могу спасибо Юрия Иванович в чате у меня больше нет вопросов спасибо большое Юрия Иванович за такую подробную лекцию и на самом деле так много всего ну вам спасибо может быть да что вытерпели мои мучения при подключении может быть у вас еще получится более подробно про какую-нибудь отдельную тему у нас на площадке рассказать давайте только ну надо надо подумать потом со временем зависит конечно у меня довольно плотная жизнь хорошо но сейчас вот ну я хоть сейчас со студентами с одними победил но сейчас с другими за этого тогда будет время очень интересно и как-нибудь при встрече расскажете как вы это все устроили хорошо спасибо я сейчас если не против дам несколько объявлений что у нас мы открыли на основании этих вебинаров ютуб-канал ссылка у нас в чате есть инстаграм тоже есть фейсбук и вконтакте то есть мы сейчас развиваем эту тему подписчики у нас появляются и я думаю кстати это хорошая площадка будет для журналов я посмотрела у вас обложки журналов ну то что вы говорили книги вот реально сразу хотелось купить и почитать потому что тема очень яркая но так она как бы не встречается да вот на вид то есть сразу не найти я могу что-то сказать журнал в открытом доступе русская версия конечно за деньги торгуют английские но можно авторов попросить они пришлют а вот эта последняя книга 100 самых вредных видов она есть в открытом доступе поскольку нам РНФ ее финансировали я вот единственное что боялся переполнить если вы хотите я вам пришлю ее адрес электронной версии потому что печатная она здоровая у меня где-то есть экземпляры но мы даже не делаем дополнительную печать потому что все удовлетворяются электронной версии конечно так что я вам пришлю эту книжку если кто интересуется она есть в открытом доступе да ссылочку пожалуйста да да и она в таком же красивом виде там все цветнует все нормально и у нас еще буквально маленькое объявление от Дмитрия Лаиса он у нас в пятницу будет на этой же площадке читать следующую лекцию прямо сейчас подряд а про что будет Дмитрий сейчас Дмитрий скажет с удовольствием послушаем как присоединяться ну так же да да сейчас Дмитрий да добрый день уважаемые коллеги очень приятно всех видеть хоть и дистанционно но тем не менее я думаю что это очень хороший такой формат и наверное он будет существовать и после всех наших страданий значит я хочу сказать спасибо за то что пригласили Алексея и Светлана моя лекция будет называться история морских промыслов и динамика популяции промысловых рыб в северных малях России вот и я здесь буду рассказывать об итогах наших работ в рамках такого большого довольно проекта под названием история популяции морских животных собственно здесь я понимаю мне требуется одна минута аналсмента вот то есть для чего это нужно вообще исторические данные дело в том что на всем очень интересно понимать как изменяется экосистема причем в долговременной перспективе но данных для этого далеко не всегда есть для этого адекватные данные потому что научные наблюдения начались в общем недавно вот и весь интерес к историческим исследованиям происходит из того что мы пытаемся вот исторические данные поставить в контекст науки да то есть что чтобы была возможность их использовать именно для оценки динамики популяции в данном случае популяции популяции морских морских рыб вот и собственно об этом я и буду говорить то есть это понятно что первые данные которые появляются о морских экосистемах это данные рыболовства рыбных промыслов вот поэтому здесь речь будет идти о рыбных промыслов то есть это белое баронцо Балтийское море начиная с 15 века хорошо спасибо большое в пятницу в 14.00 правильно понимаю да но мы еще разошли информацию спасибо большое за встречу Юрий Юлианович спасибо вам большое мы очень рады что вы выступили на площадке да хорошо тогда мы с вами еще созвонимся я у вас хотела еще несколько вопросов задать хорошо конечно пожалуйста спасибо до свидания друзья всем спасибо всех надеюсь увидеть в пятницу на лекцию Дмитрия хорошо в 2 часа до свидания всем до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...